Откуда? Черновицкая в Москве. Так, я не понял. Черновицкая, да? Черновицкая? Черновцы, Украина. Это с Украины. Так, слушаю вас. А как фамилия-то у вас? Чепига Александр. Как фамилия-то? Чепигин, да? Чепига Александр. Ну, Александр-то я понял. Тут написано, а фамилия у вас не написана. Я не пойму никак. Чепига. Чепига. Чепига? Да. Так, слушаю, Александр. Говорите. Вот один вопрос такой. Я смотрел дискуссию иудея и протестанта. Может быть, вы видели. Иудея задает вопрос по поводу ошибок в Евангелии. Вам говорите. Он задает вопрос, что родословное отличается у Матвея и у Луки, по-моему. А кто это говорит так? Иудей. Иудей, иудей. Ну, правильно говорит он. Да, ну и что? Он опирается на это, что ошибка несовпадения родословной. Ну, как он ее доказывает? Что разные имена? Здесь два варианта. В первую очередь, у евреев очень часто имена были сдвоенные. Сдвоенные. Вот идет Петр, он говорит, ты кифа, наречешься, Петр. Он кифа для родителей был. А Христос сразу его делает Петром. Ну, один евангелист будет называть Павел, пишет Галатом, когда, говорит, и пошел к кифе. А в другом месте, говорит, к Петру. Ну, не к двум же он ходил, к одному. Ну, это надо просто знать. И в Ветхом Завете это было сейчас. Вот она пришла на имень. И ходила, ну, жили они там в другой стране, Мавицкой-то. Ну, все говорят, на имень. А на имень переводится прекрасно. А она говорит, не называйте меня на имень, называйте меня Мара. Мара, значит, горькая. Еще, иудеи разве про это не знают? Ну, он должен знать. Я предполагал двойные имена, так. Потому что там у Луки как бы считали, там не утверждается. Начинается родословие как бы считали. По-моему, вот так. Ну, да что. Подставка, я хотел вас просто уточнить. Так, подождите, вы то ли близко к микрофону, забивает сильно. Ну-ка, маленечко от микрофона отойдите. Вообще, картина ваша застыла. Не движется. Маленечко подальше попробуй, может, повыше будет. Сейчас? Вот так, вот так. Ну, попробуй, чтобы микрофон не рядом был, он просто забивает. Ладно. Так что это за вопрос-то? Спасение он касается какого-то? Нет, конечно. Не, ну, они просто не признают Иванович. Он с этого начал, и на этом они развели разговор, что особо он может кучу привезти просто, иудеи. Не может он кучу привезти. Скажи только одна ошибка. Что ты грешник и не покаялся. Пришел Мессия, вы его распяли. Вот ошибка. Вы с ними так разговариваете. Если он настоящий правоверный еврей, вы к нему подойдите с вопросом первым. Скажите, вы считаете Тору, закон Пятикнижей, пророков и псалмы, вы их признаете, за что они божественные? Что там ошибки нету. Если он еврей, настоящий еврей-то, он скажет, конечно, как мы Новый Завет признаем и все. Ну, скажите, вот у вас было так, что люди согрешали, и их Господь отдавал в плен. Он скажет, ну, конечно. Тогда открываем книгу судей, и там это написано. Согрешили, пошли в плен. Проходит сколько-то лет, Господь видит, что они смирились, посылает освободителя. Гидеон восстает, Иефай, громят, опять возвращается. Свобода, и опять, ну, лет 25, там, 30, 40, 50, они нормально живут, опять грешат, идолам поклоняются. Главный грех это было идолопоклонство. И вот, спрашивайте, он верит в это написанное? Вы запоминайте, что я вам говорю. Я вам понял, понял. Если они ответят, что да, верим, теперь скажите, а было так, чтобы ни за что Бог просто взял вас и развеял? Они должны сказать, нет, такого нет, потому что это богоизбранный народ, и Бог их щадит. Я, говорит, как младенца баюкал вас и нес. А теперь скажите, какой грех вы могли сделать в первом веке, что Бог вас рассеял и 2000 лет не можете собраться? Какой? Какой грех? В то время вы идолам не кланились, и вдруг Иерусалим окруженный. В одном Иерусалиме погибло миллион сто тысяч только. Это Веспасян, римский военачальник, император был начал осаду, а Тит его закончил. Это 70-й, там, 71-й год. Вот, скажите, какой вы там грех такой сделали, что он в сотни, тысячу раз больше, чем вы раньше делали этот? Вы не перечисляйте, назовите грехи. Они не могут назвать. Мы говорим, значит, грех был настолько тяжел, что превышал все грехи. А в первом веке у вас был только один грех, распятие Сына Божия. Значит, это был не человек. Если это был бы мошенник, а вы распяли, вы получили награду от Бога. А Бог вас разбеял. Как будто бы комок засохшей грязи растоптал и веником по сторонам развеял. Две тысячи лет не могут собраться. Вот и все. А дальше сразу переходите на 53-ю главу книги Пороха Исаии. О ком сказано? Они скажут о народе. Так не бывает. За грехи народа моего он пострадал. Так все, народ за грехи народа? Это вообще нонсенс. Нет. Если это настоящий, честный, правоверный иудей. Вот у меня приехал ко мне в дом евреи. Мы побеседовали часа полтора. Ну, полтора часа это же не такой большой срок-то. Он уехал. Сейчас он православный батюшка. Православный. Принял православие. Отрехся от всех иудейских заблуждений. Стал батюшкой. Отец Наум Израилевич. Наум Израилевич. Чистопородный еврей. А как это может быть? Бог. Просто он взял мою уста, мою жизнь. И он ко мне на дом его привезли. Баптисты он с ними был. А теперь, конечно, говорить можно по-разному. А он уже у баптистов был знаком. Они его привезли ко мне похвалиться. Все, одна встреча, его нет. Так что евреи тоже обращаются. И когда нападает, допустим, на меня или что-то, я говорю, я-то, я никакой не священник, я же мирянин. Ну, только чтец. И пускай через каждого священника, а их, допустим, у нас в стране, ну сколько там, я сейчас не могу точно сказать, но просто не знаю цифры какой. Ну, тысяч тридцать-то есть. Пускай через каждого один еврей обратится. Вот это и борьба с евреями. С ними надо бороться с евреями, с мусульманами. А как? Любовью. Любовью. Чтобы мусульмане делали с христианами, евреи делали с христианами. Понятно. Понятно. Пока единственный вопрос был. Вот я его вам ответил. Хорошо. Так, а вы кто по вероисповеданию, православный или протестант? Нет, православный. А почему городу бреете? Ну, так. Не знаю. Хорошо. Я вам... Вы зайдите в Майл.ру. Мой мир. Знаете такая система? Нет, нет. Мой мир. Я разу на ваш сайт заходил. Ну, на сайт заходить. Я вам сброшу материал о бородобритии. Чтобы вы прочитали. Все, что говорит об этом святая Библия. Жития святых. Вы, православные, не можете отрицать иконы. Вы посмотрите на иконы. Это все с бородами. Там двое или трое есть безбородые. Это юноши. Это Пантелеймон, Евангелист Иоанн, когда молодой был. Это образ. Образ свой вы искажаете. Что у вас в семье две мамы? Я слышал ваши комментарии. Слышал. Ну, вот. И весь сказ. Вы просто посерьезнее отнеситесь. Вы православные. Вы должны радоваться, хвалиться, что Бог вам открыл эту истину. А так, глядя на вас, скажут, как мусульманин. Какая-то щетина непонятная. Не трогай. Я вот в армии был. Из армии пришел. У меня борода не прикасался даже. Уже в армии. В советское время. 62-й год. 61-й. Ну, понятно. Это от тебя зависит. Говорят. Ну, нельзя. Пойдешь в армию. В комсомол затянут. Ну, было. Затягивали. Я вышел. Меня не затянули. Я не буду другую биографию брать. Вот я. У меня брата двоюродного взяли. Они его заперли там. И в комсомол вступать. Надо, чтобы 100% было. Его держат день. Второе. Не пить, не есть не дают. В конторе. Заперли. Он говорит. Ладно, я согласен. Записывайте. Но только воровать я все равно не буду. Они его прогнали тогда. А он работник прекрасный. Не пьяница. Он говорит. Воровать все равно не буду. Ну, нет. Но надо знать, как ответить с ними. А чем такая свобода дана? Такой свободы, как у нас в России. Вот эти годы прошлые были. Это за мировую историю не было. Залазь на любую крышу, куда хочешь. Проповедуй, говори. Издавай. Вот я издаю книги. Мне даже нужны никакой нету. Вообще тебе не касаться. Ни цензоров нет никаких. Люди стали злоупотреблять. Поэтому власти переменили кое-что. В Мейл.ру. Там многое сократили. В интернете не пошлешь. А вот всего только два года назад было в интернете. У меня 10 тысяч друзей. Я пишу стихотворение. Кнопочки две, три нажал. И 10 тысяч получили с фотографиями. Около 10 фотографий стихотворения. А сейчас на одного. По одному тюкай. Три отправляй. Четыре отправляй. На четырех. А пятого уже блокируют. Почему? Потому что стали над властями издеваться. Блудом все наполнили. Ну и меры какие-то приняли. Ну да. Потому что человек не может правильно распорядиться данной от Бога свободой. Великим чудным и страшным даром. Да. Согласен. Да. Согласен. У нас сегодня тут вот за стенкой я сижу. У меня тут мы живем с братом. Тут жена рядом. И у нее тут сегодня ночью ночевали беженцы. Они с Украины. Вот. Побыли тут, оформляются. Там получают как гражданство. И все непросто. Им такие препятствия ставят. Работы нет. Ну, у других там еще дети остались пока приехали. Бывает одна женщина, она жена приехала. И муж первый прорвался сюда, тут оформляет. Маленькая зарплата. Но, говорит, тут не стреляют. Они столкнулись с сибирским радушием. Когда в частные попадают где-то. Люди берут на себя расходы и питание. И все стараются. Какие бы бедные не были, это сибиряки. Для них это очень удивительно. Удивленные для того. А нам даже этой нужды никакой нет. Приходим и в любое время. Открыто накормили. Ну, что можем, поможем. Потому что мы так приучены в суровой природе. Иначе просто человек вымрет. Понятно. Сегодня мы записали ролик. 45 минут будет. Я его уже сделал. Но тут у меня главный в этом в Ютубе. И он поставит его. Он уже сделал. Только замок снять надо. Мы тут администраторы, модераторы. Как работают. У меня сайт, форум. Видишь. Я просматривал ваши ролики. Большая работа тут идет. Да. У вас что-то я не пойму, почему так вот. Вы даже не двигаете. Застывшее лицо. Ну, хоть хорошо видно. На одном месте не движется. Вам видно, что я головой шевелю? Видно. А я не, ничего у вас. Вы не... Намерзно. Как картинка замерла. Зависает, наверное. Ну, да, видать так. Но у вас этот глазок-то не очень такой. Но все же видно, где голова, где ноги. Ладно. Так, Александр. Если у вас будут вопросы в дальнейшем. Вы ничем не нарушили покой. Мы вовремя позвонили. Вот именно в это время. Вы с друзьями и прочее начинайте заниматься священным писанием. Программа эта. Зайдите у меня на сайт. Открытым оком у меня там 30 томов. И запомните, третий том. Третий. Где-то себе напишите. Я вас не вижу как в этом. И в третьем томе там пособие по изучению Евангелия от Марка. Это как образовать общину. Пригласите батюшку. И начинайте заниматься. А потом будут у вас какие-то вопросы. А на сайте я отвечаю 4124 вопроса. По папкам. Вы видели как там. Вы соберитесь. Заранее запишите вопросы. Ну и задать можете. Месяц пройдет. Опять хотя бы раз можете зайти. Чаще-то я просто занят. И нет. Познакомились. А как вы могли ко мне зайти? Вы давали адрес скайпе. Я сегодня просмотрел с Петербурга. Вы разговаривали. Да. Как раз вы передали свой адрес. Я так и думал. Думаю. Кто-то будет злоупотреблять. Ну тут легко. В черный список занес. Он больше никогда не зайдет. Это понятно. Я не злоупотребляю. Нет. Не злоупотребляю. У меня как-то зашел один мальчишка. Ну молоденький совсем. Ну может быть лет 14. Ну можно было бы говорить. Но начинает прямо вот. Видно что он уже испорченный. А что? Он что-то с язычниками связан. И давит и давит. Что язычники это правильно. Я говорю. Ты ко мне пришел в гости. Спрашиваешь. А сам еще не слышишь. А мать его там уговаривает. А он еще натолканный. Там надо против Путина воевать. Ну то есть такая какая-то билиберда. Пришлось мне ликвидировать эту запись. Потому что это провокация может быть. Мне зачем это? Нам не... Не это надо говорить. Ко мне вчера зашел один с Украины. Не вчера. Сегодня. И тоже. Я люблю вас. Люблю Путина. Люблю Медведева. Всех он любит. А дальше говорит. Вы старайтесь как можно убрать Путина. Чтобы... Вот ты его любишь. Вот ты его любишь. Я говорю. Я не выражаю любовь. Я знаю, что по велению Божьему надо молиться. Я молюсь и за Владимира Путина, и за Порошинку Петра. И все. Там Порошинка. У нас Паутинка. Ну еще. Один другого стоит. Они масонами поставлены. Они никуда в сторону не сдвинут. А будет не так делать. Его пристрелят. Как Джона Фитчеральдс Кеннеди. Ну, это все попущение. Так что нам нечего... Да. Вы сидите там спокойно и молитесь. А мы здесь молимся. Мы каждый день молимся о мире на Украине. Дай мир, Господи, Украине и Израилю. Об Израиле не забывайте молиться. Об России и всем остальным. Да, потому что написано мир на Израиле. А у них там война. Это война. В Сирии вот сколько уже. Кругом воевает. Ну, хорошо. Что-то у вас там шумит сильно. Ну, все пока, если ничего нет. До свидания, да? Время сколько у вас, Тихович? Время какой час у вас? Время. Так, время у нас сейчас 8 часов вечера и 6 минут. Ну, у нас 4.08. Вот на это время и смотрите. Хорошо, спасибо. Так, в это время это самое подходящее для меня время. Спасибо. Еще вопросов нету? Все, все, до свидания. До свидания. Бог в помощи вам. Все, хорошо. Хорошо. Проходит время, с утра сегодня. Украина. Все, у нас весь разговор об Украине. Украина и УТС. Второй ролик и третий ролик все с Украины. Украина нас оккупировала. Вы его примите. А? Примите в скайп. Вот это принять, да? Вот это нажать, да? Да, да, да. Вот нажал я его. Ну, что, нормальный габарит. Он только вместо своей фотографии какой-то храм поставил. Я вот никак не пойму, зачем. Ты в паспорте не ставишь, здесь поставил бы фотографии, но не успел сказать. Ладно. Пусть храм стоит. Удивительно все-таки вот это. Как Бог сделал. Вот изобрел интернет Тим Бернерсли. Тим, это Тимофей. Я когда спрашиваю людей, а вы молитесь о Тимофею? Какому? Ну, который интернет-то ты же пользуешься, изобрел-то. Он так мучился, так не получалось. Такие конкуренты были. Да нет. Ну, вот это и разница. А мы каждый день молимся, его имя поминаем. Вот я как-то задавал вопросы, вел занятия в милиции, в школах. Там большие собрания университета. Поднимаю вот так вот. Ну, тогда они были такие. Телефон. У кого есть телефон? Все до одного поднимают. А кто его изобрел? Ни один не говорит. Ну, нетрудно сказать. Мартин Купер. Ну, помолитесь, они еще живые. Такое добро сделали, они изобрели. Конечно, это и зло, когда тут рак мозга, долго разговаривает. Ну, написано по две минуты, больше не надо. И не больше пяти раз в день, в сутки. Не больше пяти. Да каянец. Вот стационар у меня, вот он. Стационар, тут хоть сколько разговаривал. Можно по скайпу. Дал знак. Пару слов, а дальше встречайся. Не понимаю, движу, болеют головы. Неправильно это. Ни в чем не... Надо себя сокращать. Павел говорит, не буду есть мясо и пить вина. Не буду есть мясо, чтобы не соблазнить кого. А это бороду бреет на соблазн. Посты не соблюдают на соблазн. Ну, это смешное, нарушечное христианство. Настоящее, это когда мы себя смиряем. Смиряю, порабощаю плоть мою. Павел говорит. Да вы, проповедуя другим, самому не оказаться недостойным. Богу нашему слава во веки веков. И Александра, и Владимира. И все имена, и все такие. И Александр, и Владимир. А тут какой-то зашел, видимо, до революционного еще. Итак, Мефодий Митрофанович. Прямо сразу видно, что по календарю названы. Имен мужских, если никто знает, я занимался специально. 750 имен. А сегодня пользуется, ну, не больше, где-то, может быть, 37 имен употребляемых. Это Сережа на каждом шагу. Володя, Николай, Александр, Михаил. Это вот в круговую. У нас вот щицы Игоря. Четыре щица и все Игоря. А двое даже Игоря Владимировича. А всего-то ничего народу. А раньше он как назван, он, даже я беру все в правительстве, Климент Ефремович Ворошилов. Климент, Ефрем, нету ни имен этих-то. Даже Иосиф Виссарионович. Где Виссарионович? Не считая того безумного еретика в Красноярском крае. Ну, сколько погублено-то всего. Какая-то скукота смертная. И женские тоже имена. Женских, правда, меньше. 250. В четыре раза меньше женских. Там чаще встречаются. Но не больше 30 имен. Даже 30 нет, у которых встречаются. Таня, Маня, Света, Наташа. В собаку брось, говорит, а в Елену, в Наташу попадешь. А почему? Фантазии не хватает на эту дурость. Вот открыли календари, посмотрели, как называли в то время-то. Родители-то еще какие были. Марфа. Вот где она? Ну, Варвара еще где-то где-то встретится. Все такое-то шаблонное, стандартное, как будто бы клен. Клен, клен, клен. Везде. Я просто попутно еще вот это уж коснулось сказать. Вот приезжают вот украинцы там. Все, Оксана. Кто? Оксана. А это как фильм такой есть. Королек, птичка певчая. Она когда приехала в деревню, как тебе сказать? Айша. Она вторую спрашивает. Айша. У нас в деревне шесть коров было и пять зорек из них. Пять зорек. Ну, не скукота смертная. Друг у друга слова воруют. Любовь, вновь кровь. И рифмовать-то не умеют даже. Поэты пишут к одному и тому же. Почему такая жизнь скучная и неинтересная? Ты прочитай немножко, да такое напиши, если Бог даст. Какие слова ты почитай? Ну, хвалятся Пушкиным. Вот есть другие поэты, не только Пушкин. И в жизни так же точно. Что-то где-то делается. Вот только одно. Кабину, машины, меняют, губы красить синим, красным. Ты тоже сам остался-то. Ты меняю отношения. Вчера я этого не знал. Сегодня я узнал. Понесу другим. Я где-то прочитал однажды. Человек сказал, говорит, если бы знание давалось под условием никому не передавать, не говорить, я бы отказался от знания. Вот и все. Тут не надо побуждать. У тебя внутреннее чувство должно быть. Вот. Сегодня записали. Они боялись, не хотели. С Украины. А завтра может ролик уже стоять. Он у меня закаченный, но под замком. Главный администратор как снимет замок, так и все. У нас роли распределенные. Вот. Просто показываем. Дисциплина везде нужна. У нас даже видеоканал. На нем везде администрация, модераторы. И как работают. Богу слава во веки веков. Аминь. Аминь. Богу слава во веки.